Начнем сначала, опять, как всегда. Начнем со света. Что такое свет? Кто-нибудь знает, что такое свет? Те, кто был на прошлой лекции, знают. Поток фотонов. Но при том, что это поток фотонов, это еще и волна. Это очень странное физическое явление, ни у чего другого такого явления нет. Свет, он и волна, и поток фотонов. То есть, он имеет характеристики волнового расширения, и при этом и расширения с точки зрения частиц. То есть, он расширяется и как волна. Вот если он расширяется примерно так, если вы бросите камень в воду, то вы увидите волны от нее. Вот он так расширяется от источника, волной. Но при этом он расширяется и частицами. Частицы света называются корпускулы. От этого и пошла корпускулярная теория света. Из волновых характеристик света, он имеет длину волны каждый свет. То есть, любой свет, красный, синий, зеленый, белый, оранжевый, голубой, любой свет и цвет, соответственно, имеет свою длину волны. Плюс, из-за этой же теории он имеет чистоту. То есть, волна же имеет чистоту. В принципе, волны радиоволны и волны света это одно и то же. То есть, потому что просто длина волны у радиоволны, она гораздо длиннее, они не светятся. Причем, для меня было открытием, когда нас этому учили, что радиоволны можно преломлять с помощью линз. То есть, линзы преломляют радиоволны. Только если для того, чтобы преломить свет, нужно от одной диоптрии до шести диоптрии и меньше, он через любые линзы преломляется, то для радиоволн нужны 18 диоптрий, 40 диоптрий. Это огромные линзы, никто этим не занимается, потому что это просто не нужно. Но это можно сделать. И свет, вот он там начинается от инфракрасного до ультрафиолетового по шкале. Это вы можете посмотреть в Википедии, это в принципе не важно для съемок, но важно просто понимать, как он расширяется. Корпускулярная теория, то что он шрится пучком корпуску при всей своей волновой теории. Это очень странное явление. Это явление одинаковое, я не знаю, задумывались вы когда-нибудь об этом в физике, но есть вот магнитное поле. Магнитное поле, мы знаем все о его характеристиках, как оно, чего, но мы не знаем, что это такое. Почему оно существует, почему оно там есть, нет его в вакууме и так далее. И мы все про него знаем, но не знаем, что это. Вот точно так же мы не знаем, где же свет расширяется, что это за среда, никто не знает этого. То есть воздух ли это, в вакууме же тоже есть свет. То есть свет, ему в принципе все равно, вакуум, не вакуум. Вот где же он тогда расширяется, этого никто не знает до сих пор. Если вы откроете, я думаю, Нобелевская премия точно обеспечена. Свет, так как я начал говорить про длину волны и про ее частоту, свет делится по цвету. Два основных света, или цвета света, которые используются в кино и фото, это 3200 и 5600 кельвинов. Откуда взялось 3200 и 5600 кельвинов? Это взялось от абсолютно черного тела. Мне вот тут напомнили о том, что я забыл про него рассказать в прошлый раз. Абсолютно черное тело – это шарик, в котором дырка, и который не отражает ничего абсолютно. Не сам шарик не отражает ничего, а внутри шарика настолько рассеивается свет, что внутренности шарика ничего не отсвечивают. То есть вот эта дырка, которая в этом шарике, она и называется абсолютно черным телом. Представьте себе футбольный мячик, если вы его прорежете в нем дырку, и чем бы вы туда ни светили, оттуда ничего не исходит. Потому что там настолько он рассеивается и поглощается, что он черный. Так вот эта дырка и будет называться абсолютно черным телом. Единственное, что этот шарик сделан из специального сплава железа. Ну, не из железа сплава, а из сплавов специальных просто. И получается так, что его, когда нагревают, когда его нагревают до температуры 5600 кельвинов, то он становится вот такого цвета. Когда его нагревают до температуры 3200 кельвинов, он становится вот цвета желтого. Там зеленый фильтр, правда, стоит. Зеленый – это отдельно, делает фильтр. Вот, это две основные. Естественно, свет бывает любого цвета, которого вообще, которого вы можете придумать. Можно из фильтров. В фильтре есть всех цветов, оттенков, чего угодно. Есть фильтры под закат, под рассвет, под ночь, под чего угодно. Конечно же, вы спросите, почему это все нельзя сделать на компьютере. Можно сделать на компьютере, гораздо тяжелее. Все, что вы можете, лучше сделать на съемках. Вот есть у вас синий фильтр, сделайте синий свет синим фильтром. Потому что в компьютере вы очень долго будете мучиться, у вас не будет получаться так, как вам хочется. А так вы сразу поставите синий фильтр на прибор, и он будет светить синим фильтром совершенно спокойно, адекватно. И не надо ничего будет доделать в компьютере потом. Вот это два основных цвета света. И дальше уже все, что отличается от 3200 и 5600, мы называем эффектным светом. Потому что камера, у нее есть, конечно, настройки и по кельвинам просто. Вы можете на камеру поставить от 1000 до 10 000 кельвинов. Ей все равно. У нее не только 3200 и 5600. Но основные два во всех камерах, которые бы вы не взяли, даже в мыльницах, в цифровых фотоаппаратах, там есть преднастройки солнышко и лампочка. И вот это и есть. Солнышко 5600, лампочка 3200. Все остальное, естественно, вот если вы поставите на солнышко и поставите зеленый фильтр на желтый прибор, вы должны понимать, что он будет не совсем зеленым. Потому что вы поставили солнышко, это предполагает то, что у вас фотоаппарат видит свет 5600 как белый, а вы светите желтым светом, желтым прибором и ставите на него зеленый фильтр. То есть у вас смешивается зеленый и желтый вместе. И получается что-то другое. Это надо понимать хорошо, что ставить и какие приборы использовать. Дальше давайте поговорим о выборе приборов. Вот как вы будете выбирать на съемке приборы. Давайте исходить из ситуации того, что у вас неограниченное количество денег и возможностей. Как? В зависимости от чего? Давайте сначала про павильон. Вот у вас есть павильон. Павильон нормальный, со съемными стенами, со всем как надо, с окнами, со всем. Как вы будете выбирать свет? От чего это будет зависеть? От результата, естественно. Что вы хотите достичь? Хотите ли? Очень хорошо, что вы понимаете, что разный свет. Комедия или фильм ужасов? Фильм ужасов. Какой свет? Давайте. Фильм ужасов. Выбираем свет. Я вам расскажу сразу. Есть стандартный набор света, который лучше иметь всегда при себе. Всегда. Это очень тяжело, потому что вы, конечно, запишите, но потом, когда вы заходите его взять, выясните, что это стоит очень много денег. Три кинофло, как минимум. Это вот этот прибор. Набор фильтров. Просто, когда вы будете заказывать свет, вы говорите, хочу набор фильтров. И вам возьмут обе компенсации, потому что бывает такое, что вот вам кинофло надо сделать желтым. Вот оно. Можно кинофло, это такой прибор, у него есть лампочки белые и желтые, поэтому туда можно просто переставить лампочки. Но если вдруг кто-то забыл лампочки, то есть компенсация. Причем компенсация, это не просто желтый фильтр. Это фильтр, который отрезает те длинные волн в приборе, чтобы сделать из него свет обычных, то есть лампочек Ильича. Вот белый свет, вы ставите компенсацию, он становится именно желтым, именно 3200, а не там 3400, 3500. Причем, я вам говорю, в Кельвинах есть еще отклонение света по шкалам, которые может померить только колорметр. Колорметр – прибор для измерения цвета. Вот в приборе может быть много зеленого или много пурпурного. Это вы глазом не увидите. Это можно увидеть только с помощью вот этого прибора и камеры. То есть в камере вы четко увидите, что у вас прибор пурпурный или зеленый. Для этого тоже есть специальные фильтры, которые убирают это. Так вот, компенсация делает именно 3200, и причем есть как синяя компенсация, так и желтая компенсация. Никаких проблем. Вы можете дедолайд сделать белым, хотя он желтый, и наоборот. Без проблем. Выбор света. Еще зависит. Главное, вы когда приходите в павильон, узнаете мощность. Обычно в съемочных павильонах мощность около 100-150 кВт. 200 бывает там. Зависит от размера павильона. Если вам сказали, что у вас есть 200 кВт, у вас нет ограничений по свету. Вы берете все то, что хотите. Поэтому делится только на то, чем вы любите пользоваться. Любите ли вы пользоваться желтым светом, который менее мощный, но у него нет балласта, он менее громоздкий и, в принципе, легче во всем. Или вы любите белый свет, такой как кинофло, или приборы лампочки, где вот в кинофло газоразрядные лампочки, в отличие от нити накаливания. Есть еще металлогалогенные, которые вот стоят в таких приборах, как четверка или 1200, которые вот там светят. Вон он. Его не видно, потому что он, видимо, в окно светит. Сейчас его поставят, будет видно. Он удобнее гораздо, потому что вы, если вот киловатт светит за мной, один киловатт, вон 1200. Всего на 200 Вт больше. Но светит он, на самом деле, в два раза больше, потому что у него лампочка по другой технологии. И у лампочек есть такое понятие светоотдача. Светоотдача – это сколько уходит в тепло у лампочки, а сколько уходит в свет. Так вот, у ваших лампочек дома очень много энергии уходит в тепло. Причем очень много настолько, что порядка даже половины энергии всей. Мы делали тесты, просто специально проводили, сколько светит, сколько греет. То есть, если у лампочки там написано 60 Вт, то она светит всего Вт на 30. А все остальное у него уходит, ну, не то, что Вт на 30 светит, просто у него очень много уходит энергии в тепло, а не в свет. А здесь очень много энергии уходит именно в свет. И поэтому оно в два раза мощнее. То есть, вместо того, чтобы это где-то двухкиловаттный прибор 1200. А киловаттник, он и есть киловаттник. Особенность еще в том, вам надо выбирать, будете ли вы диммерить приборы. Диммер это специальное устройство, которое ограничивает количество света. То есть, количество света это просто такая ручечка, она ее двигаете, к прибору прилагается. Она так раз, ее подвинули, больше стало, меньше стало. Надо понимать, что диммерятся только желтые приборы. Только желтые. Все, что с лампочками или ЧА связано, оно диммерится. Потому что просто меняется напряжение, и в зависимости от количества напряжения прибор светит или больше, или меньше. Но при этом, вот если у дедала эта температура 3200, как только вы его начинаете по диммеру убирать вниз, он становится меньше. Потому что, ну, поступает меньше электричества, он становится более желтым. Это надо понимать. Приборы как 1200, они тоже диммерятся, но их нельзя убрать полностью. Они диммерятся в ограниченном количестве. Очень маленький диапазон. Кинофло диммерится тем способом, что у него гасится или включаются лампы. У него на балласте, вон лежит балласт от кинофло. Кинофло. Там четыре выключателя. Для каждой лампочки отдельный выключатель. Вы включаете одну лампу, две лампы, три лампы или четыре лампы. Тут вот две, потому что остальные не подключены. Вот одну можно включить или вторую лампу. При этом там еще есть такой переключатель. Два или четыре фута. Потому что вот мы признали четырехфутовое кинофло. Это длинные. А есть половинки двухфутовое кинофло. Кинофло, обозначение, вы всегда говорите, сначала идут футы, потом количество лампочек. То есть четыре на четыре, например. Четыре фута, четыре лампочки. Два на четыре. Два фута, четыре лампочки. Четыре на два. Четыре лампочки, два фута. Ну, я путаюсь тоже, да. Вот. Не суть, потому что если вы вдруг скажете неправильно, то вас поправят. Переспросят и поправят. Потому что обычно за свет у вас отвечает бригадир осветителей. Которому в идеале, если так получится, то оператор или фотограф просто говорит. Хочу день. При этом хочу, чтобы рисунок был слева, заполнение справа это. И бригадир осветителей просто ставит вам свет. Но понимание того, как его поставить, вам все равно необходимо. Потому что бригадир поставит свет так, как думает он. А вы просто его поправите так, как думаете вы. Потому что есть там маленькие тонкости, там тени, там контровой не должен на нос проходить. Разные такие вещи, которые знает только он и вы должны знать вы. И никто больше на площадке их не знает. И никому даже не интересно. Потому что режиссеры лишь бы снять, продюсеры лишь бы снять подешевле и все вместе лишь бы снять быстрее. И в итоге оказывается, что все ждут оператора. Потому что у оператора наибольшее количество техники и перестановка света на разные кадры занимает наибольшее количество времени. Поэтому вас все торопят, не дают все поставить. но из моего принципа уже стало принципом, что или я ставлю красиво, или не ставлю вообще. Я не буду ставить проходной свет, потому что я же для себя снимаю, мне должно быть интересно. Для того, чтобы мне было интересно, я хочу поставить красиво. Красиво занимает время. Не хотите красиво, берите другого оператора. Но это надо понимать. Это при том, что у вас должно быть достаточное количество денег, чтобы прожить хотя бы две недели без работы, чтобы отказываться от нее. Но зато, если в итоге, надеюсь, это приведет к тому, что вы заработаете себе достаточное количество репутации, будут знать, что если вас возьмут, вы, конечно, будете ставить подольше, чем все остальные, но зато будет лучше, и они будут это знать. Это лампа необычного дневного света, это лампа, которая висит в офисе у вас. Это единственное, у него нет зеленого в этой лампе. То есть лампа, которая висит в офисе, они такие же, точно. Газоразрядные лампы, один в один, только здесь специально для кино сделан тубус пластиковый, чтобы если вдруг что, если она упадет кому-то на голову и так далее, она никого не поранила, потому что она не разобьется. Она разобьется внутри тубуса, и там будут осколки внутри самого тубуса. И плюс химическим путем оттуда убран зеленый цвет. То есть она белая абсолютно. То есть это немного пурпурная уже давным-давно, потому что она немного прогорела. А в основном, обычно, она белая. Такие же лампы точно желтые. К ним же, к ним в комплекте вы покупаете себе кинофлоу, вам продают белые и желтые лампы. Вы их меняете просто. Причем это удобно, потому что ее можно трогать руками, ее можно вынимать из прибора, ее можно лепить на стены отдельно от прибора, вообще нам просто на проводах. Она 12-ти вольтовая. Расскажу вам еще одну хитрость, которую не учат в учебниках. Если вы в подъезде возьмете, выните лампу обычную, которая там есть, и вставите вместо нее вот эту, то вот эта лампочка, она будет мигать. И это будет создавать эффект мигания в подъезде. Вы же все знаете, в советских подъездах, всех советских фильмов, лампочки мигают в подъездах. Они не работают, потому что их никто не меняет. Они прогорают, у них стартеры отходят, и они не работают, и они прогорают, и мигают. Так вот, если эту лампочку вставить вместо работающей в подъезде, просто она вставляется, клеммы все те же, никаких проблем в этом нет. То есть те же два штырька, которые туда вставляются, вот так закручиваются, то эта лампочка будет мигать. Это будет как эффект. Там не другое напряжение. Там все тоже напряжение, просто там стартеру не хватает мощности, чтобы зажечь ее. И поэтому он набирает. Там есть конденсатор, который конденсирует электричество, чтобы дать первый разряд, чтобы пробить искрой всю лампочку, чтобы зажечь газ, который внутри лампочки. Но там стартеру наверху не хватает этого разряда, и он пробивает ее, но не хватает, чтобы зажечь. И вот он и будет так мигать. Он будет пробивать, мигать, пробивать, мигать, пробивать, мигать. И это создаст эффект мигания. Лампочки, это просто интересно, я недавно об этом узнал, зажигают с помощью рации, с помощью любой радиоволны и так далее. Сейчас покажу. Ну уже. Не хочет. Может, она лопнула? Почему? Перезагрузить рацию? Может, она, кстати... Она может гореть, просто не видно этого. Давай, давай попробуем телефон. На-на-на, телефоном, только работающим. Ну на, попробуй, покажи. Ну, в основном всегда получается. Есть еще рациона? Просто зависит от мощности. На самом деле есть тестер специальный для лампочек. В ночном дозоре этими лампочками дрались. Зажигалось очень просто. У него в руке были два проводка, к которым он дотрагивался до них, а она зажигалась. Обычную лампочку, которая вкручивается вверх, это одни и те же лампочки. Объясняю. Просто человек, который их придумал, он подумал о том, что те лампочки, которые в подъезде, они зеленят очень сильно. Причем зеленят они не для глаза, а для камеры. Для пленки, для камеры, для фотоаппарата они зеленые. Матрица, особенность такая. И он подумал и взял, избавил эти лампочки от зеленого и заключил их в пластиковый тубус для того, чтобы они были безопасны. Потому что, если вы знаете, можно очень сильно ей порезаться, у него тонкое стекло. Он заключил пластиковый тубус, с ними можно драться, они могут падать на съемках, и ничего с ними не случается. Никого они не поранят, ничего не сделают. Это специально. Техника безопасности, кино достаточно. Сейчас даже в России уже завели такую штуку, что, например, у меня, так как я студент ГИКа или был студентом ГИКа, есть доступ к 15 киловаттам. Я имею право работать с 15 киловаттами света. Со студенческим или с дипломом ГИКа имею право трогать 15 киловатт света. У каждого осветителя есть доступ к киловаттам света, потому что он должен пройти специальное обучение техники безопасности и обучение вообще работы с приборами. То есть мне, например, не должны доверять работу с более чем 15 киловатт. Есть 15 киловатт света. Я имею право сам ходить, сам их поправлять. Могу четверку поправить, могу еще что-то. Потому что я знаю, как она работает, как работает ее балласт, что мне грозит, как она может упасть, убить кого-то и так далее. Это очень важно, потому что, вы знаете, четверка весит 20-25 килограмм. Если она стоит на специальном штативе, ее можно поставить не на специальный штатив, на другой. И режиссеры, они же люди такие, творческие, они ходят и откручивают барашки у штативов. Нервничают. Бывает такое. У нас такое было. Такое часто бывает. Вот они ходят, вынули прибор наверх, а он ходит, разговаривает с актером, раз, покручивают барашек, раз, открутил. Прибор упал вниз. И вот надо обязательно по технике безопасности знать, объяснить режиссеру, чтобы осветитель стоял рядом, что не надо этого делать. Потому что мало того, что он убьет себя, он разобьет прибор еще. Виды света какие вы знаете? Заполняющий. Заполняющий, контровой, еще. Вы не называете всегда основной. Фронтальный лицевой. Не фронтальный лицевой, рисующий называется. Рисующий свет должен быть всем понятен. Это свет, который создает не обязательно ключевое освещение на лице, но обязательно является рисунком на лице. Рисующий, ты решил поставить, да? Вот, сейчас он покажет, как он выглядит. Обычно это под 45 градусов к сидящему человеку, это рисующий свет. Контровой свет, это свет, который создает контуры. Обычно по правилам ставится напротив, ровно напротив рисующего света, чтобы создать контур с теневой стороны головы, которую вы освещаете. Вот это рисунок. Он близко его старается поставить, потому что его мало видно. Я даже глазом вижу, что его не видно практически. Это рисунок. Контровой свет, это тот, который бы стоял вот здесь, вот за мной, причем можно выбирать. Можно поставить контровой рассеянным прибором, тогда он будет мягкий, аккуратный и будет во весь контур. А можно поставить контровой направленным прибором с линзой Френеля. Я вот по ходу, когда говорю, начинаю вспоминать. Линза Френеля, знаете, что такое линза Френеля? Да, это просто линза. Это, в принципе, такая же, как там стоит в фотоаппаратах большого размера, с единственной разницей того, что почему же в кино не пользуются концертным светом обычно? А потому что концертный свет, вот, например, почему в кино не пользуются пушками, которые светят на концертах? Потому что у них нет линзы Френеля. У них система линз, и они направленные. Они даже без ребрышек. И поэтому, если вы заметите, на концерте вот есть круг, который высвечивает, а по кругу еще радуга создается такая. Вот это недопустимо. Просто технически это брак будет, когда вы так будете светить в кино, потому что так не должно быть. Поэтому Френеля изобрел свою линзу. Она фокусирует свет в одну точку. Но при всем при этом, если вы посмотрите, даже видно на приборе, на ней есть ребрышки такие. Эти ребрышки не дают сделать эту радугу по краю прибора. Это очень удобная линза. Ей пользуются все. Аналогов не существует. Аналог существует у дедолайта. Если вы посмотрите, то у него против этого она с фактурой линза просто. Она тоже с теми же ребрышками, просто по всей линзе. Дедолайт очень хороший прибор. Изобрел деда Вайгерт. Проходит в Москве очень часто конференции. Он приезжает, любит очень приезжать. Показывает все новые свои достижения. У него куча разных приборов. Это один из самых удобных и один из самых используемых приборов, которые вообще существуют. Потому что им можно имитировать разные вещи. Ноетбук мой просто забрала. Имитировать разные вещи. Типа, грубо говоря, вот есть дедолайт. Он и так достаточно сфокусированный. То есть вот здесь есть регулировка. Вот он так туда-сюда двигается. И тем самым регулируется пучок. То есть можно сделать более широким, более узким. Плюс к этому есть специальная насадочка на него. У нас ее нет, мы ей не пользуемся просто. Насадочка проекционная называется. Которая позволяет на фон спроецировать, например, город. То есть мало того, что город спроецирует цветной, так еще и черно-белый. Можно туда вставлять разные рамочки. Они продаются к дедолайтам, они железные. С вырезанной фактурой. То есть выставляете дедолайт эту рамочку, светите на фон, и у вас уже фактура на фоносе сама появляется. Это тоже дедовайгер придумал. Плюс еще то, что этот прибор горит под водой. А горит он под водой тоже, чисто по физическим законам, потому что я не сказал о том, что эти все приборы 220 вольт. Хотя, ну да, 220 вольт. А этот прибор 12-ти вольтовый. И, как вы сами знаете, сопротивление воды, оно гораздо больше, чем сопротивление 12 вольт. Поэтому, когда вы опускаете его под воду, ток все равно проходит по проводам, и его не замыкает. Если вы опустите 220 вольт под воду, его замкнет сразу. Хотя вот с кинофлом мы снимали в душе. Поставили там... Два человека должны были заниматься любовью в душе, поставили им туда кинофло, они занимались так любовью, что они облили все кинофло, причем облили душем прям прямым потоком. Я очень переживал за то, что их сейчас обоих убьет в этом же душе. Все обошлось, слава богу. Но по технике безопасности этого делать не стоит, потому что кинофло водой не стоит поливать. Но там надо было снять очень быстро, поэтому пришлось рискнуть. Два основных света. Рисунок контровой. При этом, если камера будет двигаться на тележке отсюда сюда, и я буду поворачивать вот так голову, этот станет контровым, а этот станет рисунком. Это удобно очень. Дальше. Есть свет, который светит на фон. Не будем его сейчас ставить, это понятный свет. Фон стоит тем более, не заметил. На фон светит фоновой. Очень важная часть изображения фон. Мало значения ей придают, но она имеет такое же значение, как и рисунок. Очень важно. Вы фоном можете создать настроение или убить его. Я рассказывал о том, что если я поставлю свет в абсолютно черной комнате, то это будет просто академический свет. Если вы посмотрите на картины, что очень полезно, Рембрандта, Рубенса, кого угодно, то вы увидите, что как бы они не рисовали тенью и так далее, у них же всегда уходит в тень, то все равно там черный фон у них, но там миллионы оттенков черного. Миллионы разного. От каждого там блики есть, там масло неправильно ложится, там как-то фактура есть, все есть. Поэтому даже если у вас черный фон, его надо светить. Он не должен быть абсолютно черным. Гиковцы говорят, есть такой прием, гиковский лучик называется. Причем его даже в Америке уже знают, что это так называется, потому что только студенты ГИК это делают. Лучик это когда вы берете прибор, вот такой черный, который стоит, закрываете шторки и делаете такой лучик на фоне. Видели наверняка в кино много раз. Или не в кино, по крайней мере при репортажах. BBC, CNN, там чего угодно. Когда сидит человек, разговаривает, на нем красивый свет, а сзади такой лучик, снизу вверх, сверху вниз, там как угодно. Называется в ГИКовский лучик. Потому что там такие профессора, что вот учат, раз не знаете, что с фоном, поставьте лучик. Но лучше всего, чтобы на фоне был какой-нибудь цветной или динамичный свет. Вот там то, что мы пользуемся в клипах, мы пользуемся в клипах с тробоскопом. Стробоскоп на фон. Мигает фон просто. На лицо не мигает, фон мигает. Получается очень динамично, красиво. Можно поставить так называемые, не совсем хорошее выражение, бошки называются. Бошки – это черные приборы такие, видели на концертах, которые крутятся вот так. Это, ими очень редко пользуются в кино, только чтобы сымитировать, например, там машины какие-нибудь или еще что-то, потому что они все-таки более театральные и более концертные. Но ими пользуются в клипах очень часто, потому что в клипах надо создать динамику. Свет должен мигать, потому что клип – это очень быстрый монтаж, и внимание зрителя, оно не задерживается на одном кадре. Там нет никаких длинных панорам, скучных и так далее. Хотя есть очень красивые клипы, артхаусные такие, настоящие, где весь клип снят одной панорамой, например. Клип и панорама, и все. Еще замедленно, там девочка плачет в черном платье и так далее. Такие. Вот рисунок контровой, заполнение обычно ставят от камеры, потому что, или не ставят вообще, одно из двух. Вот видите тень, есть тень от носа. Обязательно есть. У всех есть нос, у всех есть тень от носа. У кого-то больше, у кого-то меньше. Проблема есть всегда такая. Она должна быть мягкой. Чтобы сделать ее мягкой, мы можем поставить, вот стоит камера, которая меня снимает, можно поставить прибор прямо от камеры. При этом, плюс этого прибора будет в том, он должен быть рассеянным, максимум рассеянным, который вы можете достичь на съемках. Фрост рама, фрост, кинофлосс, фростом, все что угодно. Он сделает блики в моих глазах. Это очень важно. Если нет блика в глазах, глаза мертвые просто. Но они мертвые, нету ничего. Когда есть блики, причем, в принципе, важно, где они там есть правила, никто его не соблюдает. Выше, ниже они там, никто не соблюдает, просто чтобы они были. Можно их создать чем угодно. Пенопластом, прибором, чем угодно. Причем прибор, глаз настолько хорошо отражает свет, потому что он почти как стекло отражает свет. Достаточно очень неяркого источника, чтобы они появились. То есть, он не обязательно будет вообще что-то делать на лице, но он создает блики в глазах. Это заполнение. Есть свет, который называется моделирующий. Моделирующий свет, это тот свет, которым вы дорисовываете основной свет. То есть, вот у вас стоит рисунок, а вы хотите еще, например, мне глаз выделить светом, каким-то кусочком. Вы берете, берете деталайт, ставите на него холодный фильтр, и кусок моего глаза, или губы, или что-то еще подсвечиваете. Это называется моделировать. То есть, создавать модель, ну, для моделировать. Такое слово. Есть боковой свет, не часто им пользуются, но это просто свет, который стоит сбоку. Это не контровой и не рисунок. Просто сбоку стоит свет, боковой свет. Это вот основные типы света, которые существуют. Если вы будете пользоваться ими всеми, я вот единственным моделирующим не очень пользуюсь, пользуюсь всеми остальными, то у вас будет красивая картинка, по крайней мере. У очков обычно или меняют наклон очков, наклон очков самих, да, по-разному, да, или вынимают стекла. Тогда, если ты посмотришь на первом канале, все отражения в очках ведущего, там, во-первых, по-моему, не берут ведущих в очках, а во-вторых, все отражения видно, действительно, в любом случае. Я вот вижу в твоих очках вот это кинофлот. Все видно в очках. Поэтому или вынимают стекла, или что-то еще делают. Это как и всегда. Или наклон меняет просто очков. Когда читают, на самом деле, ты на самом деле, если будешь держать голову вот так и смотреть на меня, то я не увижу отражение. А если будешь держать вот так, то я увижу отражение. Это наклоном головы. Это так же, как, например, всегда на съемках есть какой-нибудь шкаф стеклянный, зеркало, еще что-то. Не бойтесь менять наклон всего. То есть, вот есть дверка шкафа зеркального, и подумайте о том, ее же можно подвинуть спокойно. Это в кадре будет нормально смотреться. Можно взять кусочек пластилина и чуть ее повыдвинуть. Тогда он поменяет наклон и перестанет отражать приборы. Или у зеркала, у картин, которые висят на стенах, тоже. Берете, подкладываете под картину с каждой стороны что-нибудь, и она меняет свой наклон и перестает отражать. То же самое с окнами. Вот у вас окно в кадре, и окно отражает все ваши приборы. Берете, открываете окно, закрываете окно, что-то делаете, чтобы не видно было. Бывают сложные задачи, стараюсь их избегать, когда в режиссерском сценарии написано, что актер подходит к окну, открывает окно. Но для этого просто ставится прибор за окном. Никогда, старайтесь себя не загонять в рамки, когда вы не можете придумать решение. Никогда не сажайте актера в угол комнаты. Никогда не сажайте модель в угол комнаты, где вы не можете поставить свет, потому что неоткуда. Сделайте так, чтобы вокруг модели было пространство. Точно так же со всем остальным. Если у вас стол в кадре, и люди разговаривают за столом, попробуйте как-нибудь оправдать то, что стол не стоит у стены, потому что вам некуда будет поставить свет. И это надо делать на уровне сценария или на уровне разработки фото. Вот у вас есть фоторазработка? Вы должны знать, что модель там стоит у окна, но стоит на достаточном расстоянии от окна и от стены. Если есть возможность построить декорацию, строить декорацию с художником так, чтобы художник, они не все это делают, чтобы художник учитывал то, что вам надо поставить свет. То есть, чтобы он сделал съемную стену в декорации, чтобы он там сделал дырки какие-нибудь. Там для видео это вообще отдельная тема, потому что мы работаем с художником до той степени, вплоть до того, чтобы он делал дырки в стенах под кран. То есть, чтобы дырка была в стене, куда я могу, ну, куда кран может пролететь. Но это действительно детальная работа. Чтобы крепить приборы, приборы обычно ставятся на штативы, все. Для кинофло вот есть такой штатив, называется систент. Систент, он с экстеншином. Экстеншин это то, что вот эта палка просто. Систент, экстеншин. На конце экстеншина и систента есть гриппхеды. Гриппхеды это штуки, на которые, собственно, все крепится. Никакой премудрости в этом нет. Они просто отворачиваются и заворачиваются. Можно прикрепить как флаги, пенопласт, приборы другие и так далее. Все остальные приборы ставятся на штативы обычные. Штативы можно поставить по-разному. Есть разные штативы. Есть штативы для ветра, есть штативы для больших приборов. Штативы для ветра у них база очень большая, чтобы не могло перевернуть. Еще есть важная штука в кино, называется сэндбэк. Никакой премудрости, мешок с песком и все. Очень важная вещь на съемках, действительно. Потому что актеры и все остальные, вот дети на площадке, вот видите, он лампочку держит, она у него треснет. В итоге, может быть, он может и не треснет. Они задевают за приборы, когда ходят. За провода, за приборы, за все. Так вот, чтобы прибор не упал, когда за него задели, на него кладут сэндбэк. Он придавливает его к полу и он его не задевает. Дешево стоит, можно самим шить, никаких проблем. Это вещь такая. Старайтесь иметь запас фильтров с собой всегда на съемках. Запас фильтров хотя бы основных, синих, желтых и так далее. Основные фильтры две компенсации и фрост. Фрост это фильтр, который рассеивает свет. Они бывают разной плотности, по-разному рассеивают. То есть, бывает там 216, 252, разные. Это зависит просто от плотности. Когда вы придете в магазин, покупаете фильтры, вам дадут пробник такой, прям, фильтров. Их там, не знаю, 150 штук разных. У всех свое назначение. Не обязательно иметь всех 150, потому что это просто не нужно. Вообще, у операторов и у фотографов есть свои любимые фильтры, просто которыми они пользуются. Никаких правил нету. Как пользоваться, зачем пользоваться. Как хотите, так и пользуйтесь. Кроме двух компенсаций. Хотите из белого сделать желтый, вешайте желтую компенсацию. Из желтого белой, белую компенсацию. Вот правило все. Никакой компенсации тоже бывают разные. Они бывают четвертинка, половинка и целая. То есть, хотите, прибор будет белым, но не до конца. Повесьте половинку. Бывает такое. Бывает нужно так. Вы смотрите и думаете, блин, слишком синяя. А повесить половинку. Слишком желтый. Давайте повесим четвертинку. Будет меньше желтить, будет ближе к синему. Вот и все. Все фильтры так делятся. Никаких премудростей в этом нет. Для того, чтобы мерить свет, есть экспонометр. Экспонометр измеряет свет просто количество. Он может измерять или количество падающего света на объект. Это называется измерение по освещенности. Или количество отраженного от объекта света. Это по яркости. Тоже, кто как предпочитает мерить. У обоих двух этих способов есть разные свои но. Надо помнить, что экспонометр, он не то, что привязан к среднесерому. А вот я, если сейчас его возьму и померю чего-нибудь лицо, он мне скажет, какую диафрагму я должен поставить, чтобы лицо было среднесерой плотности. Это значит, что оно отражает 18% света. Что мне надо сделать для этого? Если я поставлю ту диафрагму, которую он мне скажет, то так и получится. Для этого я должен знать, что лицо от среднесерого плюс одна ступень. Это очень легко запомнить. Лицо плюс одна ступень. И тогда лицо будет цвета лица. Освещенности лица. Чтобы сделать рисунок, должно быть плюс полторы ступени от среднесерого. Будет рисунок на лице. Чтобы было черное, то есть я из лица могу сделать черное, белое, какое хочу. Чтобы сделать черное, я просто меряю. Он мне говорит, что поставь диафрагму 5,6, чтобы лицо было среднесерым. Чтобы сделать его черным, я просто ставлю диафрагму 16. Потому что на две диафрагмы ниже 5,6, 8,16. Вот и все. Вся премудрость. По освещенности и по яркости этот закон одинаков. Единственное, что освещенность он меряет, я не меряю само лицо. Я меряю количество света, падающего на лицо. Но, соответственно, я знаю, что лицо отражает на одну ступень больше среднесерого. И я знаю, сколько мне поставить. Какую это. В это никакой премудрости нет. Я немного неправильно это объясняю. Но это можно прочитать. Про это написано в любом учебнике по фотографии. В любом прям досконально. В Википедии точно это есть. В любых фоторесурсах это есть. Это можно прочитать, если это будет интересно. Но с приходом цифровых технологий все меньше пользуются экспонометром. Потому что есть такая штука, как осциллограф. Осциллограф показывает количество света по каналам. Есть осциллограф, который показывает просто количество света. А вот там у Реда есть осциллограф, который по каналам показывает. В красном, синим и зеленом. Он показывает количество света. То есть он показывает, насколько в кадре у вас много зеленого, синего и красного. И при этом показывает еще и целиком. И он показывает. Прямо Ред сделан как будто для дураков. Там красная лампочка загорается, когда пересвет. То есть вы крутите диафрагму, и там прям раз, красная лампочка загорелась. Это вы знаете, что у вас что-то пересвечено. И точно так же вы видите, когда у вас что-то в чем-то, в тенях нет проработки. У Red'а такая штука, что лучше, чтобы все везде было. Все было везде, и для этого потом вы это уберете. Вообще, в кино есть такая штука, цифровой интермедиейт. Это когда пленка, на которую снимали кино, она сканируется. И вот для цифрового интермедиейта, как объяснял оператор, я сам так не снимал никогда, никогда не печатал и не сканировал, но для него лучше, чтобы проработка была везде. То есть вы вот ставите, вы создаете основные принципы освещения. То есть вы знаете, что из окна должен светить синий свет. Вы не ставите жестко синий фильтр, а вы ставите синий фильтр, просто аккуратный. А внутри ставите желтый. И светите так, чтобы у вас везде было. И в тенях была проработка, и в светах была проработка. А дальше уже, когда вам отсканировали пленку, вы синий или делаете жестче синим, или меньше синим. И важно просто задать основной тон всего изображения. Все остальное доделают на постпродакшене. Это что касается цифрового интермедиейта. Что касается съемки в RAW, принцип примерно один и тот же. У вас все равно в итоге, когда вы смотрите на компьютере, получается серая картинка, она такая бесцветная. Это специально для того, чтобы вы могли ее в наибольшей мере регулировать. То есть вы регулируете ее абсолютно четко, как хотите. Вы регулируете яркость, контраст, цвета, насыщенность. По каналам регулируете, кривыми, как хотите. Везде есть информация, и в белом, и в черном. Ну, вы сами понимаете, что фильм ужасов снимают точно так же, в принципе, как и обычный фильм. Единственное, что в моментах, вот там, Хичкок же придумал основные принципы, там, птицах и так далее, что зрителя пугает неожиданность. До сих пор все известные режиссеры этим пользуются. Все-все-все. Это как вот напугать зрителя. Крикнуть, мигнуть светом, и еще, и чтобы инопланетянин выскочил из-за двери при этом всем. И тогда вы напугаетесь сто процентов. При этом вас должны подготовить сначала. То есть, кино подготавливают как? Подготавливают так, что сначала идет кадр, где очень тихо, и вы думаете, что же сейчас произойдет. Причем, в большинстве случаев, вы знаете, что сейчас произойдет. То есть, вы знаете, что сейчас что-то откуда-то выпадет в это, закричит, но все равно пугаетесь. И вот, собственно, а постановка света, а свет, он точно такой же. То есть, свет – это оператор, его задача. Вот здесь Silent Hill, да, например, фильм. Фильм ужасов, действительно. В Silent Hill, чтобы вам было известно, это все павильон. Все вообще. Там нет ни одного кадра, который снят на улице. В Америке могут себе это позволить. Построить огромный город, тем более, что вот там, где мы были на экскурсии, он уже построен. То есть, там есть декорация, которая стоит. Огромного города уже поставленного, где там снимай, не хочу. В Silent Hill построили отдельно. В Silent Hill был примерно такой же павильон, как здесь, только единственная разница была, у него были 18-метровые потолки. Огромные потолки, высокие. Там был натянут белая ткань, шелк. Шелк – это я так называю, естественно, это не настоящий шелк, дорого бы было. Натянута белая ткань. Вот видите, как здесь освещение? Оно очень рассеянное, очень красивое, в принципе. То есть, чтобы вы здесь не фотографировали, здесь нормальный свет. Везде на фон падает и так далее. Но плюс еще все это, плюс при всем рассеянном свете на улице, там был туман еще. То есть, все люди, они выходили из тумана. Туман тоже продумывает оператор-постановщик с художником. Они продумывают туман. Вот представьте себе, рассеянный свет, плюс еще туман, который рассеивает свет. И люди, страшный грим, и все это вместе. Плюс внутри, в помещениях, был, наоборот, жесткий свет. То есть, это был контраст на улице, внутри. И плюс, когда что-то происходит, это происходит или в темноте, и что-то выходит в свет. Или это происходит наоборот, что герой идет в темноте, в полной, выходит в свет, и там его что-то удивляет. При этом, там особенность такая, что обычно камера не показывает, что произойдет. То есть, вы это чувствуете, потому что появляется, например, такой кадр, когда снимают героя спереди. То есть, он идет спереди и смотрит вперед. И вы не понимаете, куда он смотрится, что он видит. И тогда вы начинаете чувствовать, что вы не видите, и это значит, что сейчас что-то произойдет. А особенности света, ну есть там, знаешь, там страшный свет. Действительно страшно, если ты поставишь фло снизу, или там большой прибор. Это все пробовали фонарик, когда снизу подносят, он действительно страшный. Да, есть такое, но можно это же сделать красивее гораздо, красивее. Можно это сделать, поставив лоб, дорисовав это все и так далее Нет конкретных примеров Фильм ужаса снимается так же, как обычный фильм Там есть конкретные эффекты и задачи, которые ты ставишь для себя То есть, вот ты хочешь рассеянный свет, ставишь для себя задачу Хочу рассеянный свет, хочу, чтобы там выпрыгнул кто-то в рассеянный свет В фильме «Чужой» все наоборот по-другому Помните фильм «Чужой» все? Там наоборот, там вообще для себя сценарист и оператор открыли свободное действие Там мог быть любой свет А знаете почему? Это очень удобно, потому что это фантастика Потому что человек поверит во все, что там есть Потому что это уже изначально не претендует на правду Там была космическая лодка, там были приборы внутри космической лодки Там был приглушенный свет, темень, чужой намазанный маслом, как сделанный на компьютере Который отражал все эти приборы Две челюсти, три или четыре, которые у него выдвигались И там было действительно темно и страшно А темно и страшно было потому, что темно и страшно человеку Почему? Потому что он сидит в темном кинотеатре, во-первых А во-вторых, потому что в фильме «Ужица» самое важное то, чтобы человек почувствовал себя в роли человека, который играет в фильме То есть вот если я чувствую, что это может случиться, я боюсь Если я чувствую, что это полный бред, я не боюсь Почему? Вот мне не страшно, когда я смотрю закат мертвецов Не знаю, смотрел, кто-то не смотрел Ну смешно Сидят люди на крыше и говорят О, смотри, моя соседка И стреляет в нее Смешно А она в мертвеца превратилась Ну ничего страшного в этом нет Ну ходят толпы мертвецов по улице Ну потому что это в принципе маловероятно Хотя вероятно на самом деле даже больше, чем что будет чужой Потому что никто не знает, какие вирусы, бактерии есть Никто этого не знает Но мне не верится в это, поэтому не страшно А чужого верится, потому что никто не знает, что такое в космосе Там что-то страшное, там вакуум, там страшно ходить, летать и так далее А постановка света, она такая же В основном есть два основных принципа Или ты ставишь свет по источникам, которые у тебя есть Придумывай их сама То есть вот есть у тебя окно, есть у тебя лампа настольная и так далее И ты имитируешь свет от них Постановка света такая Или ты вообще забываешь про них и делаешь просто красивый свет Вот два основных принципа Или ты имитируешь реальные источники, или ты не имитируешь реальные источники При этом постановка американцев отличается от русской школы тем, что русские операторы их учат много приборов ставить А вот я рассказывал на прошлой лекции, где-то здесь валяется Есть флаги и сетки, которые могут отбивать поток, регулировать Так вот, американцы берут огромный прибор, 18-киловаттный, например Ставят его в большое окно, а все остальное, все фоны и все это, этими флагами и сетками отбивают так, как им надо Это две системы, есть плюсы, есть минусы, они практически одинаковые Свет у них получается одинаковый Но просто есть такая вещь на съемках, называется направление света Свет на съемках должен быть в одном направлении Вы не можете снять общий план, где свет с этой стороны, а укрупнение где с этой Есть направление света Вот у американцев это получается лучше, потому что у них один прибор Они одним прибором создают одно направление, они не могут ошибиться, потому что прибор стоит там И они не ставят прибора с другой стороны А все остальное, вот вы спросите, как же, если прибор стоит с той стороны Как на той стене противоположной что-то нарисовать? Очень просто Берете зеркало и делаете блики от этого прибора Никаких проблем Если надо, вешайте на зеркало фрост Отражайте зеркало фрост Если, кстати, еще фильтры можно вешать и на пенопласт То есть вы можете пенопласт, повесить на него желтую компенсацию И у вас пенопласт будет отражать теплый свет от холодного прибора Никаких нет пределов фантазии Что придумаете, то и придумаете Правил никаких нет Вот, поэтому нельзя так сказать, что есть фильм ужасов, есть фильм такой Есть, естественно, там есть какие-то правила Типа, что мужчина, ему идет больше жесткий свет Там девушка, а девушки еще не любят жесткий свет Когда на них стоит, актрисы протестовать начинают А больше всего идет мягкий, аккуратный свет Потому что он сглаживает морщины, сглаживает неровности кожи Мужчины, наоборот, лучше более жесткий свет Потому что там мужественные, наоборот, видно морщины Бабушки, дедушки, то же самое, в принципе Потому что в них красота, опыта, там, всего этого, это на лице Во взгляде и так далее Вот так, в принципе, никаких таких прям совсем Но при этом тебе никто не запрещает Возьми девушку, посвети жестким светом в лицо и прям Задача есть, есть исполнение То, как светит, а что значит абсолютно черная комната? Это не значит, еще раз скажу У меня был профессор, который преподавал мне это И он говорит, что значит Ты же не показываешь все стены комнаты, правильно? На одной стене может быть окно Ладно, ладно вариант, что в окно светит луна Так окно может быть напротив дискотеки И поэтому на них может быть динамичный свет Потому что у нас в соседнем доме дискотека И попадают блики от дискотеки Или за окном может быть рекламный щит Ты же не показываешь этого А в яму что попали? В яме тоже есть свет Но ты понимаешь, что основной принцип того Вот у тебя, знаешь, почему у тебя кофта красная? Почему она красная? Потому что она отражает красный свет Потому что у нее есть красный краситель Она отражает красный свет Если бы на нее не падал свет, ты бы ее не видел просто Так же и в кино Ты не можешь снять кадр, где никого не видно Ты можешь его снять Договорившись со звукорежиссером о звуках Но тогда неинтересно будет смотреть Если все кино будет черное Поэтому людям освещают это И это не смотрится Ну, ничего странного Это смотрится странным Там, да, когда там Какие-то Где-то вообще в нереальном А вот как Вот откуда в пустыне берется свет? В пустыне темно ночью Берется же свет Они ставят огромные приборы Светят И выглядит нормально А знаешь почему? Что если ты придешь ночью в пустыню То ты сам глазом увидишь там светло И так же, как если ты упадешь в яму Ты сам прекрасно понимаешь Что ты увидишь друг друга Вы увидите И поэтому тебе не кажется странным Когда светят в яме Или в комнате в черной Потому что если ты сам придешь Вы будете лежать рядом друг с другом Вы будете видеть друг друга Это точно абсолютно И вообще человеческий глаз Очень мало ситуаций Когда для него наступает Абсолютная темнота Нету фильтров Есть приборы Но вы можете сделать Можете сделать так Чтобы настроить фотоаппарат Так, чтобы этот оттенок появился Но тогда у вас все будет этого оттенка На компьютере Это не очень сложно делать Но придется помучиться Чтобы один прибор раскрасить в другой цвет Но в принципе на компьютере нет нереальных вещей Женя об этом говорил Нету нереальных вещей Есть просто проблема найти людей Которые умеют это делать Или научиться самому То есть некоторые люди могут Вплоть до того, что Я видел кучу графики Которая выглядит как фотография И никто не отличит Только зачем же фотографировать Если можно нарисовать Причем нарисовать Они гораздо лучше нарисуют Просто проблема в том Что легче сфотографировать Действительно Хорошо Чем нарисовать Потому что рисовать долго Грамотно и четко Прибор можно раскрасить Но лучше Фильтрами может служить Все что угодно Что ты видишь Фильтрами может служить даже цветная бумага Которую ты можешь купить в магазине За 10 рублей Понимаешь То есть грубо говоря Отражать ты ей тоже можешь Ты можешь взять белый прибор Отражить зеленым листочком бумаги Он тебе дашь зеленое отражение Нет проблем с этим Не обязательно покупать съемочные фильтры Хотя рулон 10 метровый Стоит 2000 рублей 2300 10 метров тебе хватит на всю жизнь Ну если ты не снимаешь полные метры Я помню есть частота мерцания Если ты попадешь шаттером Частоту мерцания Будет всегда одинаковый Но лучше так не фотографировать Лучше вот взять такие лампы Равноверного освещения А я вспомнил Зачем тебе это надо Я вспомнил Зачем тебе это надо Я забыл просто А добиться очень просто Возьми у нас прям сейчас Тебе парни отрежут Кусок фроста Плотного очень В два слоя И поставь в него снизу лампочки Обычные нормальные Обычные лампочки Поставь на достаточном расстоянии И поставь Шесть штук Я не знаю Какого размера стола Анимационный просто Ну постарайся поставить побольше их И чуть пониже И фрост И все В два слоя фрост Лампочки и все Ничего не будет мерцать Про эти забудь Не нужны они тебе Будет идеально рассеянный И ровный стол Если не получится Так совсем Вот так сделать Как я говорю То есть Знаешь На рынке на строительном Продается Есть пластик Такой матовый Совсем Еле-еле прозрачный Вот возьми его И поставь вниз 300-300 ваттной лампочки Он настолько рассеивает свет Что будет даже С одной лампочкой Идеально ровно Но лучше побольше Лампочек будет поярче Тебе же в принципе Тоже важно Чтобы яркость была достаточной Нагреваться Придется придумать Проветр Но это тоже не сложно Возьми пару вентиляторов Бытовых Самых простых И вставь Я так подозреваю Что анимационный стол На самом деле так и сделан Что там стоят вентиляторы Что там большие Потому что Раньше Даже я еще Я на самом деле Не очень хорошо Чувствительность у пленки На которую снимали Она была маленькая Поэтому нужны были Большие лампочки И для анимации тоже Чтобы светить И поэтому мощность была И стол в любом случае грелся Поэтому нужно поставить На самом деле Один вентилятор Решит всю эту проблему Там надо просто Чтобы она обдувалась Эта поверхность чуть-чуть Снизу поставишь вентилятор Будет обдуваться У нас на клипе Была такая проблема У нас был стол Который должен был быть Подсвечен Потому что там было Космическое управление И человек водил пальцем По этому столу Мы туда засунули Два с половиной По-моему Да? И он очень сильно грелся Поставили вентилятор Просто обычный маленький И все И стало нормально Абсолютно Никаких проблем Ты знаешь Я помню Второй курс Гика Подходит к нам режиссер Очень смешная ситуация И говорит Я хочу снять кино А мы говорим А что у тебя есть? Она говорит У меня есть один дедолайт Невозможного нет Есть Можно высветить Без проблем Потому что дедолайт Чтобы создать большую площадь Ты берешь пенопласт Одним дедолайтом светишь Пенопласт Отражаешь Делаешь рисунок Вторым дедолайтом Делаешь фон Одним Причем При этом берешь дедолайт И если у тебя нет Никаких проекционных насадок Берешь что-нибудь У нас для этого есть синий фоль Черная такая бумага Которая не горит Она железная Вешаешь на шторки На шторки Когда ты повесил То получается так Что разбиваешь сам поток И у тебя получается Не одно пятно от него А несколько пятен Потому что ты делаешь Такую решеточку на шторках Светишь фон А третьим дедолайтом Делаешь контровой Все И от этого же контрового Еще отражаешь Вторым пенопластом заполнение Пенопласт ничего не стоит Продается на строительном рынке Копейки стоит Тремя приборами Вполне без проблем Можно высыпать Постарайтесь Прибор сам по себе Это просто источник света Солнце Такой же прибор Как и кинофлот В принципе Просто оно огромное И далеко очень И вы не можете его подвинуть И поднять выше Ниже по штативу Опустить тоже не можете Но просто с помощью солнца Зеркал и отражателей Можно сымитировать любой свет Зеркала ничего не стоит Отражатели тоже ничего не стоит Вы берете Отражаете солнце зеркалом В пенопласт Пенопласт создает вам Рассеянный свет С другой стороны Все Никаких проблем Это то о чем говорил Женя Женя говорил о том Что можно создать Красивую картинку Имея два прибора Три Три Два прибора Можно сделать красивую картинку Не бойтесь пользоваться Не бойтесь пользоваться Зеркала Пенопласт Всем чем угодно Отражайте Можно отразить Пенопласт от пенопласта Вот у меня есть такой профессор Он этим славится Он любит рассеянный свет Он берет Направляет мощный прибор В один пенопласт От этого пенопласта Отражает другим пенопластом От второго пенопласта Отражает третьим пенопластом В конце получается Что света не остается Вообще практически Но это видно Что он отразил Что он отраженный Один от другого И при этом Когда ты отразишь пенопласта От пенопласта Ты увидишь Что свет станет В два раза рассеянный Потому что у пенопласта Есть фактура И свет отражается В разные стороны И рассеивается От прямой какой-то Вот от белой бумаги Свет отражается Падает на нее И отражается прямо То есть все знают Основной закон Угол падения Равен углу отражения Вот И он падает И отражается примерно А от пенопласта Он отражается в разные стороны И если от одного Отразится в разные стороны В другой И от второго отразится То в итоге От второго пенопласта будет очень красивый рассеянный свет но будет мало поэтому два прибора вполне достаточно 233 вообще супер количество это уже считаю маленькая студия при этом мне задали вопрос есть вот такие приборы вот как вот там висит черный который совсем не для кино и для чего угодно вот черный прибор который собственно висит там чтобы освещать там павильоны дежурный свет ими тоже можно светить никаких проблем в этом нет их можно тоже довести до ума чуть-чуть сделать ним штатив или к ним продаются все видели на строительном рынке ним оранжелтые такие статьи продаются они регулируются поверх не справа влево куда угодно они недорого стоят на них можно повесить там синий фильтр они достаточно мощные они будут белого света можно не вешать синий фильтр они будут желтого света ну есть ними некоторые проблемы на них можно повесить frost там любые другие фильтры и они отрегулировать их нормально они не стоят такого бешеного количества денег как эти просто киношники ими не пользуются потому что они менее удобны к это к оператору вопрос ну чтобы я сказал ну когда я так сделал же не мне сказал посвятилица по-моему это а надо перебалансировать так и раз она серы значит надо сбайки убавить сбавить фон просто уменьшить диафрагму чтобы лицо стало лицом а уже под лицом подвести все остальное потому что самое главное это человеческая кожа это вот как есть у цвета корректоров такая одна прям вот то что должно быть кожа должна быть цвета кожи все остальное все равно А вот кожа должна быть цвета кожи. Обязательно. Так же и с лицом. Основным должен быть человек в кадре. То есть, если он есть в кадре, значит он основной. Значит, лицо должно быть цвета лица, особенно в студии. В съемках фильмов не обязательно. То есть, человека можно увидеть силуэтом, можно увидеть на контравом, можно увидеть часть человека. Там есть фильм, называется «Набережная туманов». Очень старый фильм. Там вообще сделано так, что в кадре высвечена только собака. Причем весь фильм. Целиков видно только собаку. Все люди ходят освещенные пополам, лица не видно никогда. А это потому что единственный такой ход, потому что единственное важное в кино это то, что все люди грешны. Единственное безгрешное существо во всем фильме это собака. Поэтому лица людей мы не видим просто весь фильм. Можно и так, но у вас студия, в студии важно лицо диктора, очень. Поэтому надо подправить так, чтобы лицо диктора было нормальным, а все остальное уменьшить. Вот и все. Никаких проблем с этим. Равномерности, наверное, это скорее Женя, я не кеял ни разу, честно вам скажу, но Женя заставляет добиваться полной равномерности. Без теней и без всего. Потому что любая тень не даст вам аккуратно прокеять фон. И не дай бог, эта тень еще будет на объекте, на самом. Поэтому надо добиваться равномерности. Равномерности добиваются способом того, что вот, например, вот видишь, на каком расстоянии ты от него сидишь. Вот мне сейчас бы было его удобно светить, так чтобы я его высветил равномерно при таком расстоянии. Если ты будешь к нему вплотную, очень неудобно. Потому что мало того, что я посвечу на фон, и от фона будут блики на тебе зеленые, так еще и все приборы, которые будут светить на фон, будут светить на тебя. Поэтому от зеленого фона надо иметь достаточно подальше отступать. То есть, грубо говоря, вот такое расстояние, как я сейчас сижу от стены, это в принципе нормально. И тогда я могу взять кинофло, рассеянные приборы просто достаточно, и высветить его просто сверху достаточно рассеянным светом, он будет равномерный. Но лучше сверху и снизу положить фло. Ну, все, что рассеянное, ты можешь и вот этими высветить, вот теми строительными, про которые я говорил. Никаких проблем. В анимации точно так же, если это для анимации какой-то зеленый фон, там проще, потому что его меньше просто. Меньше количество, меньше приборы, но вот ты можешь как раз такими приборами высветить его. Равномерность важна. Очень важно понимать при процессе постановки света, как ты это обрабатывать будешь потом. Причем это связано настолько, что нам важно понимать, как снимает камера, как ты ставишь свет, и как эта камера реагирует на этот свет, и как компьютер потом обработка будет тоже, как это будет смотреться. То есть, это целиком важно понимать. Спасибо.